проживает, что оно есть. И я понял, что вниманию, без разницы, что познавать. Вот оно сейчас смотрит вот это, оно познает это. Если ты сейчас вниманием выделишь звук, оно будет познавать звук. Если ты вниманием направишь на кончики пальцев, все уйдет на фон, кончики пальцев будут преобладать. Закроешь глаза, вниманием там будешь во всяких образах, мыслях и так далее. Твое сейчас будет там. И твоя реальность будет там. Где твое внимание, то это ты и познаешь, что и растет. Очень просто. Таким образом, ты закрываешь глаза и просто вниманием пребываешь. Вот твое сейчас становится там, и ты вниманием пребываешь в образах того, что тебе нужно сейчас. Зная, что оно есть. Оно даже не нужно. Нужно исчезает. Хочу исчезать. Вот я вам рассказываю, больше этих вообще знаний не существует. Они исчезают за счет глубокого понимания того, что все единомоментно есть. Все является одним и тем же. За счет очень глубокого понимания единства. Потому что именно в этом скорость. Того, как все быстро может проявиться. Если твое внимание рассеяно на сомнение, вот человек что-то хочет, и далее его внимание рассеивается на сомнение. Он хочет машину, допустим, и далее сомнение, а вдруг она будет какая-то не такая, а вдруг мне денег не хватит, а вдруг ее там кучу всяких вдруг или еще чего-то. И вот его внимание, сто процентов внимания, рассеивается на все эти мысли. И познается что-то из этого, и вот оно и происходит. А надо просто сконцентрировать свое внимание на одном знании, того, что оно есть. И все. Но для того, чтобы оно так легко происходило, надо глубоко, очень глубоко познать единство всего. Потому что из-за того, что у тебя не познано единство всего, ты сомневаешься. Сомневаешься от того, что ты просто не познал единство всего. Огромное количество материала, а я о том, ты можешь найти, не знаю, для своего ума, о том, о единстве. Ну и самый исчерпывающий материал, это здесь и сейчас, в прямом опыте. И тебе надо просто побыть сначала с этим какое-то время, может быть целый день. И познать единство, прям тотально. Чтобы не было для тебя отличий. Ты прямо вот берешь, ставишь бутылку. Вот она и есть. Вот она все еще есть. И ты вот смотришь за свои ощущения в теле. Чувствуешь ли, где там кто-то шевелится, шерохается. Есть сомнения. Если есть, все продолжай. Тренируйся, пока оно отличий не будет. И вот закрываешь глаза, формируешь образы того, что там что-то есть. И вот я так и делал. И вот я сформировал образы того, что вот у меня вот это все уже происходит, вот это вот, есть аудитория, все такое. Это я уже, кстати, можно в Zoom популярность сразу за это использовать. И те, кто даст следующий Zoom. Вообще они похожи. Вот этот Zoom и то, что следующий, может быть, его просто будем длить вот так. И это. И далее вот оно сформировало определенное состояние. Ты неизбежно видишь, как оно меняет твое состояние. Ты по-другому себя чувствуешь. Состояние меняет твои мысли, решения и действия. То есть ты общаешься с людьми в состоянии радости, злости. Ой, ну, в состоянии радости, там, покоя, благодарности. Это одно общение. С этим же человеком будешь общаться в состоянии злости, раздраженности, это будет другое общение. Готовишь ты еду в состоянии радости, злости. Это одним образом будет ситуация развиваться. Это одним образом процесс будет происходить. Готовишь ты еду в состоянии радости, любви, благодарности, по-другому легче происходит. То есть все. По-другому происходит этот процесс, этот же процесс. Видишь ли ты это? Оно ведь супер просто. В зависимости от того, в каком ты состоянии, зависит то, какой событийный ряд будет развиваться. В состоянии я хочу чего-то, в твоем прямом опыте, то есть это твоя вот определенная вибрационная это, то есть ты хотящий, значит. Вот оно все есть сейчас, и вот сейчас, твое сейчас хотящее. Ты будешь хотящим, ты будешь проживать момент, в котором у тебя этого нет. и вот пока ты будешь все это время хотеть. Понимаешь, ты настолько абсолютен, оно все и есть сейчас. И вот ты, пока чего-то хочешь, значит, у тебя этого нет, соответственно, ты будешь проживать момент, что у тебя этого нет. Тебе надо это глубоко опознать. И больше ничего не хотеть. Не надо что-то хотеть, оно все есть сейчас. Тебе что-то нужно, оно есть сейчас. Но если ты будешь этого хотеть, ты будешь разбиваться вечно. Ты будешь крутиться вот на одном месте. И познавать, но ты будешь, ты будешь получать то, что тебе надо. Хотящий момент. Момент, в котором ты хотящий. И вот. Получается. Я вот сформировал в себе это знание, и вот оно, вот это состояние, поменялось, изменилось состояние. Но то, что вот оно у меня селло больше и больше, оно все начало это проявляться. Вне зависимости от того, какие там, ну, уже были картинки, но у меня преобладали другие картинки. Я больше уже начал им уделять внимание. А им уделяя внимание больше и больше, оно словно все, оно в тебя встает, ты это знаешь теперь о себе. До этого ты знал о себе что-то другое, но почему ты знал о себе что-то другое? Потому что тому-другому ты уделил внимание. Ну, до этого я смотрел, что у меня 5000 подписчиков целыми днями. Ну, словно там, или там 20 тысяч или что-то было. И это то, что я о себе знал. Я перестал на это смотреть, перестал уделять этому внимание и направил все свое внимание на то, что теперь у меня вот новые картинки себе в фотошопе сделал, у меня теперь миллион и два миллиона подписчиков. и целыми днями направлял туда внимание. И знал теперь о себе это. А то уже просто отпало. А это стало преобладать. В состоянии я начал это проживать. Ум это может называть самообманом и так далее. Не думайте вообще о том, что существует самообман. Избавьте это. Не уходите отсюда. И все. Я просто вниманием начал пребывать. А вот вниманию без разницы оно сейчас уделяет. Где оно чему уделяет, оно все познает. И вам вот просто начинает развиваться событий наряд. Я подумал, блин, было бы классно еще деньги так сделать с деньгами, чтобы вот у меня много денег. Чтобы смотреться на них и знать, что у меня много денег. Настоящие и не настоящие, они только в уме. Ты смотришь на деньги и кто их делает настоящими и не настоящими? Только ум. И я это увидел. Я такой, блин, супер. Купил себе денег, поставил на стол кучу денег и супер, они настоящие. Для меня они были тотально настоящими и стали такими. Я тогда был в 20 миллионах долгов и так далее. Купил себе кучу денег и поставил на столе. И знал, что у меня я богат. Я миллионер долларов. И эти ненастоящие деньги все угорали, смеялись. Они превратились для меня в настоящие деньги. Поэтому, я говорю, мне не важно то, что думают. Они останутся в своем мире. Главное, себя не терять. Кто что думает и так далее. Они все настолько одержимы тем, что им сказали, тем, что им навязали. И когда видят, когда кто-то вырывается, они пытаются его вот это, пытаются вот раздавить, вот это чувство вины и так далее. Это вот они к себе так относятся. Их так сформировали, они вот к себе вот максимально вот это вот из них льется. И ты просто это наблюдаешь. Наблюдаешь и идешь дальше. Оставляешь их в своем соку вариться. Вот. Поэтому это. Верит кто-то, не верит. Оно не важно. Важно то, что ты видишь. Что ты видишь, сидя на столе в своем прямом опыте. В какой-то момент ты начнешь видеть, как все вокруг, насколько вокруг все заблуждаются. Насколько они все это как только ты просто разведешь все, как оно все происходит, ты увидишь, как просто вот мы говорили очень много людям информации, они в ней пребывают. И вот. И вот это. И в какой-то момент я сижу, я много раз видел купюру долларовую. А в тот момент я сижу и смотря на нее я понимаю, что это самая популярная штука на планете. Все человечество с утра до ночи работает ради нее. То есть, мое восприятие изменилось. То есть, я до этого сидел, и мое восприятие изменилось. И я начал с ними снимать ролики. И бам! За 4 дня плюс миллион подписчиков. За месяц плюс 3 миллиона. Через год 15 миллионов. Я помню, я сижу, я такой, я хочу коллаборацию. У меня там был момент, когда я скрывал ролики по 5 миллионов просмотров. Мне было некомфортно, что у меня ролики набирают 5 миллионов просмотров. То есть, у меня каждый ролик набирал 20, 30, 50, 100 миллионов просмотров. То есть, в какой-то период. Каждый мой ролик. И когда у меня ролик набирал 5 миллионов просмотров, я испытывал дискомфорт. Мне было стыдно, что у меня такие маленькие просмотры. Представляете, насколько я загонялся тогда? И я скрывал эти ролики, чтобы никто не видел в общей картине. И я помню, сижу, я такой, хочу коллаборацию с Хаби Лэмом. Хаби Лэм на тот момент самый популярный в ТикТоке в мире был. Ну и сейчас он такой, что у него 150 миллионов подписчиков. Такой темненький, вот так делает. Я сижу и визуализирую, что оно есть сейчас. Мне в голову приходят две идеи. Я прямо сразу же встаю, подхожу к столу, просто делаю несколько шагов. Я говорю, сними, пожалуйста, меня. Меня снимают, буквально за одну минуту я снимаю два ролика, очень простых. Выкладывают друг за другом. Они набирают друг за другом 110 и 80 миллионов просмотров за одну неделю. Через неделю Хаби Лэм выкладывает со мной коллаборацию. Если человеку сказать, сделай коллаборацию с Хаби Лэйманом, он будет думать, что это тяжело, невозможно, куча всяких-то мыслей, дорого и так далее. Я даже не связывался с ним. Я просто, вот просто сел, знаю, что оно есть, оно мне дает две идеи, я стою. Я не сомневался насчет этих идей, я не спрашиваю, что это подойдет, не подойдет. Бог послал мне две идеи, все, супер. Стал, сделал, выложил. С тотальной верой, что это оно и есть. Я не рассуждал на их тему. Это те идеи, не те идеи. Других идей как бы нет, вот оно пришло. Чем оно не то? Вообще не усложняю. Неделю проходят, вот за неделю эти ролики суммарно почти 200 миллионов набрали, они могли набрать миллион, могли не набрать. это ведь засучилось каким-то чудом. И он выкладывает такой брать. Все, и таким образом для меня первичным стало состояние. Следующие сколько-то лет я ездил на встречу, я знал, как она пройдет. То есть для меня первичным, прежде чем я что-либо сделаю, я выходил в состояние того, что оно уже случилось. Я научился удерживать состояние. То есть это... В действительности оно предрешенно так происходило. Я лишь наблюдал, как все эти явления проявляются через это тело и думал, что вот это вот всему это умеет делать и все такое. Я вам сейчас, по сути, рассказываю, как технически оно происходило через это тело и наблюдалось. То есть я как бы технически рассмотрел все до миллиметра. И это... И вот я все отдашу до того, что все, оно, кстати, вот как-то естественно уже. То есть оно естественным образом случилось. То есть естественным образом у меня внимание туда пошло, познал эту информацию и оно словно знало это всегда действительность. И вот оно естественным образом происходит. То есть если что-то нужно, оно есть. по сей день оно хоп, вот как вот это договорение происходит, естественно, так и вот все. Если что-то вот это хоп, просто оно хоп, и оно есть. И дын-дын-дын, все меняется, меняются люди. Вот я вот недавно ехал, и я понимаю, что уже даже это я не делаю, это просто вот я как ясновидение воспринимаю. То есть потому что что-то говорить, я уже вижу, что я не выбирал этих слов. Я не знал, что я это скажу. Оно сказалось. Походу, оно прорастет. Это то, почему на мне чувство ответственности. Меня спрашивают, как у тебя, вот у тебя столько проектов, у тебя там контракты, до сих пор, как ты не чувствуешь, как ты не переживаешь и все такое. Я говорю, потому что я этого сегодня выбирал. Оно само происходит, само делается. Я просто, ну словно, наблюдаю, как оно все возникает. То есть это люди каким-то образом появились, вот это, почему-то я вот придумал продукт, что нужно контракт вот такой, вот это все сказалось. И оно вот так, бам, и происходит. И само себя закрывает, оно само появляется, эти контракты сами легко исполняются. Потому что я свободен от них все это время. Это уже сейчас я так живу. А там я конкретно достигал, конкретно я был безумный достигатор. Я работал до пяти утра, в десять утра приходил человек и поднимал меня, чтобы я дальше работал. Каждое утро на протяжении года приходил ко мне домой Родион, мы с ним сейчас снимали документальный фильм в Таджикистане. И каждое утро в десять утра я снимал квартиру в соседнем подъезде. он меня поднимал. Причем я на территории Филиграда снимал около семи квартир. Там уже был офис и там уже была музыкальная студия под землей. Чтобы все были рядом, я туда никуда не выезжал. Все туда ко мне пришли, все, кто хотел со мной увидеться. Я настолько был одержим. просто я там ввел параллельно девять артистов. Еще и себя развивал. То есть я вот себе сделал за тот год 15 миллионов там Вован и там кучу других проектов. То есть я там за тот год миллионов сорок аудиторию привлек для всех, короче. И все, я был безумным просто в этом плане. То есть я херачил целыми днями просто как псих. Ну, условно. Все, и до пяти ночи каждый день и до 10 утра меня просто приходил человек и поднимал, чтобы я дальше работал. Вот. И все. И что бы я ни делал, я знал, что оно есть сейчас. То есть я уже практиковал, 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 практиковал. То есть я несколько лет прямо усердно прямо. То есть оно у меня дошло уже до автоматизма. То есть у меня просто дошло. Мне что-то нужно? Я хоп. Что-то нужно просто условно. Я сразу резко закрываю глаза и начинаю это прожевать. Оно во мне происходит. Вот я даже наеду на встречу, я знаю, как оно пройдет. Я что-то делаю, я знаю, как оно случится. То есть оно естественным образом просто происходит. Это вот первично. То, что происходит во мне. Все творчество происходит во мне. Все творчество происходит во мне и проявляется в пространстве. У меня внимание всегда здесь, сейчас. Оно во мне всегда. вот. И таким образом все. То есть я просто развидел, как вообще что-либо меняется в пространстве. Где начинаются изменения в пространстве? Они начинаются здесь и сейчас в тебе, а потом что-то происходит в пространстве. Когда ты это видишь, связь, очень хорошо. Ты забираешь свое внимание отовсюду, оттуда и перестаешь ждать, пока там что-то поменяется. Все, что есть, сожрет, пока что-то где-то поменяется и тогда они станут радостными. Они постоянно ждут, когда где-то что-то изменится, чтобы быть какими-то сейчас. А я ничего вообще никого не жду. Я здесь сейчас меняюсь и все вокруг меняется. И все. Но для этого надо просто увидеть вот эту всю цепочку. Оно нетрудно. И это просто надо этому уделить внимание. Самому себе. И все. И таким образом вот все происходит. Все вот это естественным образом все происходит. И тогда я это уже сформировал целый этот. Кучу мыслей о себе вот то есть я вам это первый раз после того, как я научился визуализировать это все несколько лет назад я написал свое восприятие себя. Я вам сейчас его прочитаю. И каждое утро я читал его. То есть это было моим знанием о самом себе. Чтобы все мои мысли другие исчезали. Потому что я общался с людьми с разными. Вот они что-то говорили и у них какой-то свой опыт. Они что-то говорят, говорят, говорят. И оно внимание уделяется всему, что они говорят. И оно в любом случае это. Я тогда начал фильтровать. То есть вообще, чтобы при мне никто негатив не обсуждал. Просто все вот это пусть там обсуждают. Я сильно начал фильтровать то, кто что при мне вообще обсуждает на тот момент. И мое внимание было только в развитии, только в цветении, только в определенных цифрах, которые мне интересны были и так далее. Только там. Все, что это, то есть никаких сомнений, то есть никакой вот вот этого всего просто все, что с этим связано, я просто не уделял этому внимания. Я предлагал, что можно вот так, если смотрю, так не получится, я просто не коммуницировал. Очень просто. И не тратил внимания, без разницы, родственники, неродственники, неважно. Это моя жизнь, мне надо как-то жить, я не буду себя мучить из-за того, что они хотят себя мучить. Мне без разницы, пусть себя мучают. Я никому не навязываюсь и не пытаюсь никого спасать, всю эту жизнь менять и все такое. Пусть живут как хотят жить. Я даю возможность каждому познать тот опыт, который он хочет познать. Все. Вопрос в том, я понимаю, что я не могу их жизни поменять. Я тут единственный. Они то появляются, то исчезают. Поэтому я оставил всех покоя, направо внимание в себя и все с самим собой могу я тут сделать и все. И только внимание в этом. но в действительности, когда изменилась моя жизнь, вот это изменение моей жизни повлияло на изменение большого количества людей. Жизни. И возможно, если бы до этого я пытался бы вот так вот все это менять, так бы хер получилось, наверное. Но оно неизвестно в реальности. Вот, получилось так, как оно получилось. Так вот, тогда я начал формировать такое восприятие себя. Я вам сейчас его прочитаю. Оно, конечно, огромное. Я тогда был эго бесконечного размера. Конкретно восприятие себя. Так. Я есть счастливый, благодарный, любящий, здоровый человек с абсолютной верой в Бога и аудиторией в 500 миллионов человек. Инстаграм, тикток, ютуб, твиттер. Мои знания приносят пользу сотням миллионов людей на планете Земля. Я знаю,